Добрый день, уважаемые подводные охотники! В этом видеосюжете мы с вами поговорим о гидрокостюме Омарт Симбиокс. В чем отличительная особенность этого гидрокостюма от всех остальных костюмов линейки Омарт, да и вообще в принципе всех других костюмов? В том, что здесь соединены два вида покрытия наружного неопрена. Это, как мы видим, черный голый неопрен, который позволяет нам без трения передвигаться в толще воды и при выходе наружу в воде быстро скатываться с неопрена, не накапливаясь в неоне воде. Тем самым при сильном ветре обдуваясь, мы не будем так быстро замерзать. Это очень хорошо, например, при передвижении на лодке на большой скорости, когда идет очень большой обдув, можно замерзнуть. На голом неопрене вода стекла. И второе преимущество то, что костюм выполнен в оригинальном 3D-камуфляже Омарт Каму 3D, который позволяет нам маскироваться в зависимости от рельефа поверхности водной среды, тем самым делая нас незаметными для морских обитателей. Так, рассмотрим поближе. Вот мы видим черный, это голый неопрен. Мы видим большой упор для зарядки арбалета. По контуру лица мы видим вклейку из голого неопрена. Так называемая обтюрация, которая помогает нам уменьшать количество заборной воды в попадании в костюм. Далее, в отличие от всех обычных костюмов Омар, здесь нет клапана стравливания. Обратите на это внимание. Если кому-то важен этот критерий при выборе костюма. Неопрен очень эластичный, очень мягкий. Дальше, обтюрация выполнена из, опять же, голой резины, голого неопрена. Швы костюма проклеены очень аккуратно. И не будут натирать кожу подводного пловца. Куртку рассмотрели, перейдем к штанинам. Мы тут также видим слияние голого неопрена и нейлона. Вот таким образом. На мотне мы видим нейлоновую вставку, чтобы не протиралась голая резина, так как она очень нежная, очень легко ее повредить. И на краях мы видим обтюрацию из голого неопрена. Также эту обтюрацию мы видим по контуру пояса штанов. Еще у нас в этом неопрене есть специальные в местах стыка швов, так называемые шоковые кружки, которые при больших нагрузках, при растяжении, помогают неопрену не отслоиться друг от друга. Это тоже важный параметр. Применяются такие шоковые кружки только в очень дорогих элитных костюмах, например, Пиннакл, ну и Омр, соответственно. Рекомендуется этот костюм для профессиональных охотников, так как новичок может легко убить этот костюм. Он очень нежный и относиться к нему нужно очень-очень аккуратно, имея надлежащий опыт. Продолжение следует... Продолжение следует...